Здравствуйте! Это программа «Диалог» и сегодня вместе с гостем студии мы говорим о предприятии «Гомелюблпром» и качестве местной продукции. Мы начинаем! Андрей Васильевич Демедовец, генеральный директор государственного учреждения «Гомельоблпром», окончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины и Академию управления при президенте Республики Беларусь. После службы в армии начал трудовой путь ведущим инженером-программистом Централизованной бухгалтерии управления культуры Гомельского облсполкома. Долгое время работал в Комитете экономики облсполкома. С 2009 года в должности заместителя председателя Комитета экономики. С 2012 года начальник отдела транспорта и коммуникации Гомельского облсполкома. В 2013 году назначен генеральным директором государственного учреждения «Гомельоблпром». На вопросы, которые касаются деятельности предприятия «Гомельоблпром», можно получить ответ прямо сейчас, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер номер плюс 375-29-340-043-3. Андрей Васильевич, здравствуйте. Рад снова видеть вас в студии областного телевидения. Добрый день. Вам, как председателю областного отделения Белорусской федерации бускетбол, наверняка знакома, достаточно известная фраза Майкла Джордана. «Каждый мечтает стать следующим Майклом Джорданом, я же должен доказать, что я все еще сам Майкл Джордан». По-философски так начинаем, и все-таки, согласитесь, хороший мотиватор не только для каждого из нас, но и для предприятий, о которых сегодня будем говорить. Безусловно. И, как говорится, есть русская такая пословица, что в совершенстве нет предела. Поэтому можно подвести, что сегодня любой, как и человек, так и предприятие в целом, можно сказать, должно совершенно двигаться только вперед. В самом начале немного истории. Говоря о предприятии Облпром, наш пример, Гомельский, достаточно показателен. Сегодня, я так понимаю, за опытом приезжают. Хотя еще недавно в стране подобного рода предприятия были реорганизованы. Здесь предприятия не только сохранили, но модернизировали. Знаю, вы стояли у истоков той самой модернизации. Какие задачи сегодня стоят перед обновленным Облпромом? Дело в том, что сегодня, будем говорить так, что Облпром – это государственное учреждение, которое наделено функцией осуществления владельческого надзора за рядом предприятий областной собственности. Кроме этого, сегодня предприятие осуществляет, скажем так, координацию деятельности основных предприятий пищевой промышленности, расположенных на территории. Гомельской области не только коммунальной, но и республиканской, а также частной. Кроме этого, с недавнего времени два предприятия отрасли легкой промышленности тоже включены в сферу интересов и деятельности Гомель Облпрома. То есть, это не только продукты питания, но и другая сфера. Это какие предприятия? Коминтерн и Реческий текстиль. А вот что касается этих двух предприятий, примеры которых привели, насколько там сейчас успешно удается держаться на плаву, захватывать новые рынки, действительно уверенно стоять на ногах на рынках уже занятых? Ну, дело в том, что все, я думаю, эти предприятия знают хорошо, и многолетняя их история и сегодняшний положительный эффект работы подтверждает то, что они, скажем так, двигаются на верном пути. Определенные сложности, конечно, возникают у всех, и у успешных в том числе, но самое главное, чтобы та команда во главе с руководителем могла просто преодолевать их, да, и находить выход из этой ситуации. И в этой связи задача Облпрома поддерживать, советовать... В том числе, экспонация, методологическая какая-то помощь, ну, и непосредственно, как бы, при необходимости мы тоже там участвуем в разных процессах. И это касается, кстати говоря, не только предприятий, которые являются частью Облпрома, но и в том числе частных компаний, которые, к примеру, не являются этой частичкой. Вы все равно частично координируете, потому что это наше местное предприятие. Да, дело в том, что на территории Гомельской области, понятно, осуществляют деятельности в том числе частные компании, которые так или иначе относятся к отрасли, допустим, кондитерки или к алкогольной отрасли и так далее. И сегодня нам приходится с ними взаимодействовать по различным сферам деятельности, в том числе есть примеры, когда мы сознательно идем на то, чтобы выступать как заинтересованная сторона в различных спорах и различной, как бы, судьбе этого предприятия, да, со стороны Гомельской области и непосредственно уже Гомельного Облпрома, как представителя. Действительно, главный результат, но об этом сегодня еще достаточно много поговорим. Друзья, присоединяйтесь к диалогу. Телефон прямого эфира в Гомеле 340 043. Свои вопросы и комментарии по диалогу можно задать и с помощью Вайбера. Номер инфолинии 375 29 340 043 3. Но мы продолжаем. Вот какое количество предприятий объединяет Гомель Облпром и все-таки упор на уникальность продукции или импортозамещение, о котором так много говорят сегодня? Ну, скажем так, сегодня на территории области осуществляют деятельность с десяток предприятий, которые находятся в, скажем так, в сфере интересов государственного учреждения Гомель Облпром. Это 5, скажем так, отраслей пищевой промышленности. Это кондитерская, это масложировая, солевая, консервная и алкогольная промышленности. Значит, в силу специфики разные предприятия по-разному как бы вообще осуществляют, ну, скажем так, осуществляют свою деятельность на территории области и республики в том числе. Потому что почти все предприятия, нельзя сказать, что они региональные какое-то значение, это предприятия республиканского значения. У каждого, наверное, мечта найти уникальную нишу, производить уникальный продукт, которого нет ни в регионе, ни в Беларуси. Но это, наверное, мечта и очень легкая дорожка. Поэтому экспортозамещение, наверное, в первую очередь. Есть в том-то и дело, что разные направления. Если мы берем, допустим, кондитерскую отрасль, то, конечно, в первую очередь это импортозамещение. Импортозамещение продукции, которая сегодня может ввозиться. Понятно, что сырье, какао-бобы, допустим, те же, они сегодня не произрастают в республике Беларусь, они закупаются, перерабатываются и делаются из них продукции. Если же говорить на примере, допустим, такого предприятия республиканской формы, собственности, как Мозырь-Соль, известная на всю страну и далеко за ее пределами, основной, конечно, ее потребитель – это Российская Федерация. И порядка 85% всей продукции она экспортирует. То есть здесь, наоборот, эффект – это ориентация на экспорт. Но, скажем так, все предприятия, которые сегодня работают на территории республики и Гомельской области, они, я уверен, независимо от направления импортозамещения, ориентированы на экспорт. Потому что необходимо соблюдать этот баланс, вот эта положительная сальда, которая сегодня должна быть в стране обеспечена. Да и экспорт – это то, что приносит реальные деньги, валюту в страну. Понятно, цель ясна. Вы говорите, что около 70% в среднем – это российский рынок, говоря о поставках на экспорт. А вот другие государства, которые заинтересованы в нашей продукции, какие страны стоит поставить пример? С кем еще работаем? Сегодня будем говорить так, что 71% по итогам пяти месяцев, в принципе, в прошлом году была примерно такая же цифра, около 70%. Это удельный вес экспорта продукции, которые производятся предприятиями, курируемые Гомелюблпромом. Значит, порядка, основной, конечно, это Российская Федерация, но порядка 22 стран, которые сегодня являются потребителями нашей продукции. Достаточно большой рынок. Да, причем страны такие, как наши соседи, в первую очередь, небольшие, да, там, это и Польша, и страны Прибалтики, это и страны бывшего Советского Союза в большинстве своем, да, но также и дальняя зарубежная. Это и США, и Канада, и Германия, и страны Африки есть, и Вьетнам тот же, то есть и так далее. То есть сегодня с Китаем активно пытаемся работать, то есть предприятия стараются расширять свою географию и, естественно, диверсифицировать, то есть рынки, с которыми они работают. А вот интересно, тысячи километров, которые отделяют нас до тех стран, в которые едет продукция, они не мешают быть нам же конкурентноспособными там? Ведь я понимаю, что это тоже часть затрат, которая ложится в себестоимость. Естественно, но дело в том, что есть виды продукции, которые, допустим, не особо, скажем так, играет роль конечная цена, там плюс-минус, да, с учетом логистики, но очень ценится качество, то, которое сегодня делает. И надо отдать должное, сегодня в стране достаточно успешно поставлено вот эта работа, да, с качеством выпускаемой продукции. И вместе с тем, надо сказать, что есть виды продукции, которые сегодня не могут быть экспортированы на дальнее, да, дальнее зарубежье, потому что логистика съедает, то есть стоимость самого продукта достаточно дешевая. То есть это все просчитывается в любом случае? В любом случае, любая поставка на экспорт, она просчитывается, ее доходность и эффективность этой сделки. И от этого уже принимается решение. В любом случае, наверное, нас не может не радовать. Сделано в Беларуси это бренд, которому доверяют. Это действительно достойно гордости каждого из нас. И в связи с этим вот у меня вопрос, который касается нас, потребителей местных. Конечно, мы не против и только за покупать свое, сделанное здесь в Гомельской области. Но зачастую возникает вопрос, почему продукция, произведенная здесь зачастую немного дороже той, которая аналогичной продукции, которая ввезена сюда, к примеру, из России, еще более парадоксально, когда она ввезена за сотни тысяч километров. Дело в том, что, как это, ну, надо понимать тоже, все предприятия, конечно, стараются, да, работать по снижению издержек для производства продукции, да, и в то же время соблюдать тот уровень высокий достигнутый того качества, которое у нас есть. Но зачастую есть определенные, ну, скажем так, не скажу это лазейки, да, разногласия между, допустим, теми же стандартами, подходами в производстве пищевой продукции, которые есть у нас в Беларуси и с нашими странами-соседями. То есть зачастую производители, к примеру, из России немного хитрят, скажем так, мягко, да? Ну, не хитрят. Дело в том, что у них, допустим, в России либо в Украине и других странах, допустим, по ихним стандартам допускается добавление технических ингредиентов, которые более дешевые, ну, в рамках сырья, нежели у нас. То есть на примере, допустим, того же кетчупа могу сказать, что в Украине высшая категория кетчупа допускает добавление, там, крахмала, да, условно-связующих компонентов. У нас это не допускается, и, соответственно, разница в рецептуре по себестоимости 23% где-то. То есть понятно, что крахмал сам по себе, он дешевле, чем паста томатная. Плюс огромное вливание в рекламную кампанию, и, конечно, человек потянется за тем, что немного дешевле, ярко упаковано, но и хорошенько прорекламировано. Я надеюсь, что та информация, которую вы подсказали нам, о том, что наша все-таки как минимум или как максимум полезна и более натуральна, подскажет нам же все-таки не экономить на здоровье своем и здоровье своих близких. Андрей Васильевич, мне подсказывают, есть первый звонок, предлагаю выслушать. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Владимир Иванович. Хочу задать вашему собеседнику вопрос. Пожалуйста. Вот есть такое предприятие, Гомельский радиозавод, так сказать, марка города Гомеля, бренд, можно сказать. Хотелось бы, чтобы Гомель, облпром, взял его, так сказать, как это, ну, покурировал, понаправлял, помог, может быть. Шефство взял. Ну, не шефство, я не знаю, там, наверное, директор есть, чтобы, ну, чтобы как-то вот облпром и там пром, промышленность, да, флагман был когда-то. Как вопрос? Хотелось бы услышать ответ. Спасибо большое. Ну, когда облпром вообще создан на базе, будем сказать, реорганизован на базе Гомеля был пищепрома и занимался именно работой с, в первую очередь, прилицет пищевой промышленностью. Радиозавод, да, предприятие достаточно мне знакомое. Я, когда работал зампредседателем комитета экономики, как раз курирую промышленность, хорошо знаю. Предприятие специфическое, в том числе, такой, скажем так, оборонной направленностью частично. Ну, после, понятно, всесоюзного значения, после развала Советского Союза, многие оказались в такой сложной ситуации. Возможно, в определенном каком-то виде когда-нибудь придет к тому, что облпром станет каким-то таким, может быть, это площадкой, базой такой местной промышленности, да, таким управлением, которое будет, в принципе, аккумулировать работу со всеми предприятиями региона, да, в той или иной смысле. Но на сегодняшний день мы только как бы в стадии вот этого реформирования и начинаем этот путь. Поэтому я как бы... Да, да, время покажет. Ну что ж, озвученному предприятию пожелаем успеха. Вот тем временем у нас есть несколько вопросов, которые накопились на нашей инфолинии с помощью Вайбер, если можно озвучить. Красный Мазырянин, наш, на Равлянске, как приятно. Качество отменное. Они, кажется, вообще о химии еще не знают. Но почему в магазинах так сложно отыскать, спрашивает Игорь Гуд. Значит, действительно, я хочу сказать, что Красный Мазырянин сегодня это то предприятие, которое во многом работает по старым традициям. Оно делает действительно натуральный качественный продукт, который многие ценят. И не буду лукавить, даже на выставках зачастую всегда завоевывает первые места по вкусу, по качеству и так далее. Есть, конечно, как и у любого предприятия, определенные сложности в плане более активной, агрессивной, даже сказал бы, маркетинговой политики. Но сегодня предприятие идет по верному пути. Долго, достаточно долго уже мы эту тему обсуждаем, постоянно работаем над этим по поводу смены упаковки, по поводу развития своей фирменной торговли. И сегодня, надо сказать, буквально недавно тоже на Советской был открыт еще очередной фирменный магазин. Это второй магазин в год или фирменный? Да, Советская 5, если память мне не изменяет, значит, где продукция всегда свежая, всегда присутствует. И по достаточно приятным ценам, в отличие от других. Потому что фирменный магазин старается держать такой уровень цен максимально доступный, для того, чтобы люди могли прийти, попробовать какие-то новинки даже, и уже потом искать ее где-то в обычной сети торговой. Цена хорошо, но все-таки, мне кажется, наши зрители в том числе идут за качеством. Буквально коротко, еще несколько вопросов. Это правда, что вино Гомельского завода, несмотря на пустяковый ценник, часто качественней в возных слышал 100% натуральный продукт? Гомельский завод вообще имеет такую интересную судьбу, историю. Сегодня находится в значительно сложном положении, он находится в процедуре санации. Вместе с тем было принято, я считаю, что достаточно грамотное решение и руководством завода и управляющим поддержано сегодня, технологами в первую очередь, которые отработали. Они сегодня стараются заместить то традиционное крепленное вино, которое выпускали, натуральными винами натурального брожения. То есть это вино без каких-либо добавок, которые сбраживаются из нашего сырья. Это наши яблоки, наши ягоды. И, соответственно, получают тот продукт, который, кстати, государством поддерживается, потому что на него более низкая акцизная ставка, нежели чем на традиционное вино. Вы видите, и молва расходится постепенно. Ну, мы стараемся сделать все для того, чтобы сегодня предприятие все-таки вышло на стабильную, качественную работу и, самое главное, смогло, скажем так, рассчитаться по старым долгам и, самое главное, получать прибыль от своей работы. Спасибо большое. И еще один вопрос, который поступил к нам на Viber. Как бы вы объяснили феномен сети Дары от Зари? Живу рядом, как ни зайду, всегда очередь интересуется Тамара Ивановна. Ну, в первую очередь, это то, что мы сегодня и говорим. Это соотношение цены и качества. Качественные продукты всем известны, цена доступна. Сегодня цена, все знают, что в комбинат Заря, то есть дешевле, нежели в аналогах в магазинах. Поэтому там всегда очередь есть и будет. Что ж, уважаемые друзья, ну, а прямо сейчас прервемся на короткий материал. На днях мои коллеги побывали сразу на нескольких предприятиях, которые входят в состав, являются частью Гомеля Былпром. Посмотрим видеосюжет, сразу после чего вернемся в студию и продолжим. Акционерное общество «Спартак» – предприятие известно практически на всех континентах. В больших или меньших объемах его продукция поставляется в десятки стран – от США до Китая. И еще одна цифра. На фабрике освоен выпуск более трехсот наименований продукции, в том числе лечебно-профилактического действия. При такой географии и таком ассортименте вопрос цены и качества для «Спартака» – один из главных. По этой причине основной упор сегодня на белорусское сырье. Если те же какао-бобы у нас не растут, то молоко, сахар и муку можно приобрести и на внутреннем рынке. Плюс снижение внутренних издержек. Все это позволяет не только оставаться конкурентоспособным, но и выпускать новую продукцию. Мы заменили состав предыдущих батончиков мюсли, добавили мультизерновые хлопья с пшеничными отрубями, сублимированные фрукты – это черника и клубника. Мы выпустили, смотрим. Очень оценили дети. Продаются батончики мюсли в школах, в буфетах. И дети, общаешься, они покупают только батончики мюсли. Не менее актуален вопрос качества и для Гомельского винодельческого завода. Вопреки распространенному мнению, никаких искусственных компонентов технология не предусматривает. Необходимый цвет напитка достигается добавлением в необходимых пропорциях обычных белорусских ягод. При этом весь процесс постоянно контролируется сразу несколькими лабораториями. Изготавливать некачественные напитки сегодня, как говорится, себе дороже. Потерять рынки просто, вернуться на них будет гораздо сложнее. Проверяется на нескольких этапах. Первый этап начинается с приемки сырья. Второй этап – процесс брожения, где наша лаборатория, специалисты лаборатории контролируют ее не только сроки протекания брожения, но и качественные характеристики, микробиологические характеристики, чтобы у нас не было никакого постороннего ни вкуса, ни запаха. Следующим этапом идет процесс купажирования, тогда, когда создается рецептура. И еще одно предприятие пищевой промышленности – Гомельский жировой комбинат. Его майонезы в 200-граммовых стеклянных банках многие помнят до сих пор. Впрочем, продукция в нынешней упаковке пользуется не меньшей популярностью. Вообще, за последние годы на предприятии значительно расширили ассортимент. Начиная от нескольких наименований – мыло до кетчупов. Новинки оценили не только жители Беларуси, но и жюри ряда международных конкурсов, в которых принимали участие гомельчане. Что, впрочем, не исключает необходимости продолжения работы над известным соотношением цена-качество. Наша задача здесь, на белорусском рынке, держать качество, не ухудшая какие-то ценовые вещи, не покупая желательно сырье у зарубежных производителей. Поэтому максимально закладывается свое сырье, белорусское сырье, этой майонезной продукции, и мыло, и маргариновой продукции. По цене мы не всегда можем конкурировать с россиянами, с украинцами. Но в то же самое время качество у нас всегда на высоком уровне. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. Гость в студии, генеральный директор предприятия «Гомель-Облпром» Андрей Демидовец. Уважаемые друзья, мне подсказывают, есть еще один вопрос от зрителей «Беларусь4». Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Елена. Ваш вопрос. Да, мой вопрос Андрею Васильевичу. Андрей Васильевич, ну замечательное предприятие «Мелковид», замечательные сыры выдержанные выпускают, которые могут конкурировать там чуть ли не с «Жугасом» литовским. Скажите, почему их так трудно найти? Может быть, это не вам вопрос, но может быть, вы поспособствуете, чтобы они появились в торговой сети, а не только в фирменных магазинах. Спасибо большое. Я скажу, что сам люблю эти сыры, хотя вопрос действительно не мне. В Гомельской области существует, действует мясомолочный холдинг, который отвечает в целом за развитие всех предприятий переработки мясомолочной. Но я могу только подтвердить, действительно высокое качество и приемлемые, очень даже приемлемые демократические цены на этот вид сыров. Хотя сам как бы никогда не испытывал особых сложностей с их покупкой. Правда, я их покупал в основном всегда в крупных сетевых магазинах, типа «Евротурга», «Алми». Они там всегда присутствуют в разделе просто дорогих сыров, там, где лежит тот же «Жугас» и так далее. Может, поэтому, когда люди ищут его на обычной полке, где полутвердые сыры такие... Возможно, поэтому не находят. Не находят, да. Может быть, вот с этим связан. Спасибо большое за ответ. Вот, кстати, про крупные торговые сети. Знаете, вот мне иногда кажется, что им как-то не очень выгодно продавать наше белорусское. Я уже молчу про продукцию фермерских хозяйств. Это вообще ниша, к сожалению, проблемная. Редкая торговая сеть за это берется. Возможно, потому что сложно. Почему, если такая проблема существует, почему крупным сетевикам действительно выгоднее, а может быть, просто проще продавать зарубежное, уже раскрученное? Ну, безусловно. Конечно, есть многие бренды именитые, мировые, да, это так называемые торговые компании, которые сегодня все знают, всех на слуху. И с ними проще работать с сетевикам. Но я бы хотел начать вообще немножко с другого, что сегодня монополизация, да, как бы торговли в целом, она очень достаточно опасна. И когда крупные сетевые компании уже начинают диктовать условия производителям, да, местным особенно, это, ну, скажем так, негативно влияет на вообще взаимодействие потребителя непосредственно с производителем. Потому что, как ни крути, сегодня сетевые компании, либо традиционная какая-то розница, да, это всего лишь инструмент того, чтобы доставить этот товар, донести до конечного потребителя. И надо сказать так, что зачастую в погоне за максимальной доходностью эти компании, ну, можно так не снять, сказать, пренебрегают, в том числе реализации продукции более низкого качества, да. Для них главное... Или менее раскрученные продукции, но здесь вот все-таки, как мне кажется, наверное, и нашим производителям стоит быть немножко расторопнее. Дело в том, что мы сегодня уже, ну, как говорят, да, пытаемся держать нос по ветру. И, скажем так, мы плотно работаем с этими компаниями. Это непросто. Но вместе с тем мы понимаем, что сегодня в своей линейке производительной продукции надо иметь и ту продукцию, которая, скажем так, подтверждает качество, да, то, что он говорит, что я должен доказать себе, что я еще тот самый Майкл Джорсен, да, и в том числе делать ту продукцию, которая востребована востребована через эти сетевые каналы потребителям. Да, она менее качественная, но она... Нельзя ей сказать, что она там несъедобна или некачественна вообще. Просто там используются более дешевые ингредиенты для ее производства. Но она, конечно же, максимально доступна по цене. И все-таки вот наверняка старались ответить и сами для себя на вопрос, что сегодня важно для потребителя. Цена, качество или упаковка? И то, и то является хорошим аргументом. Вот что наиболее важно? Вы знаете, наверное, в сегодняшней ситуации, судя по тому, как меняется конъюнктура рынка и как вообще ведет себя потребитель, можно сказать, что где-то около 50% все-таки это влияет. Цена и где-то процентов по 25% это качество и упаковка. Да, то есть как бы есть эффект там первой, как говорится, да... Первые полки, товар, который... Человек реагирует на яркую упаковку, какую-то новую, да, он берет, пробует, но если товар некачественный, он его второй раз не возьмет, да? Это такое разовое. То есть качество все-таки важно. Но вот, знаете, я думаю, что каждый зритель подтвердил бы и подписался под этим тезисом. И в то же время мы наблюдаем с вами в торговле нашей следующий парадокс. Мы требуем качества, хотим, чтобы этот товар был дешевым, не понимая, отказываясь понимать. Понимая, но отказываясь это делать, что это вообще несовместимые вещи, да? И все-таки требуя качества, к примеру, говоря о том, что мы любим качественный шоколад, покупаем тот, который в магазине стоит менее рубля. Есть ли шоколад в этом шоколаде? Где шоколада, может, и вообще нет, так называемый. А это реальные примеры, когда 3% шоколада в шоколаде... Да, 5% может быть, да, содержание какао, там, массы, условно говоря, и в нашем понимании, там, советском осталось, что там шоколад это более 50%, да, а плитка это более 30% хотя бы, да? То есть, а тут 5% всего. Но вопрос в том, что, конечно же, мы стремимся сохранить качество и удешевить продукт. И, естественно, это можно, достигая в том числе, скажем так, увеличением загрузки тех мощностей, которые есть, максимизацией, да? Но нам тяжело тягаться с теми же трансляциональными компаниями, которые сегодня имеют, ну вот, если в конденсии сказать, то есть, монозаводы, которые, допустим, один завод выпускает только батончик Сникерс. И там просто миллиарды этого батончика выходят, расходятся по всему миру. Понятно, сегодня мы стараемся поддержать и максимально широкий ассортимент, чтобы линейку, да, выпускать качественные продукты. Естественно, оттуда и получается, что невозможно сделать качественный продукт дешевым. Итак, доверяете ли вы качеству местной пищевой продукции? С таким вопросом на днях на улице областного центра вышли мои коллеги. Прямо сейчас в эфире наша традиционная рубрика «Есть мнение». Нашей семье нравится. Я бы не сказала, что что-то было бы фу или наоборот невкусно. Мы покупаем и колбасы, и мясо. Мы покупаем очень много молочных продуктов. И мы достаточно довольны. Хорошо. Продукты питания тоже хорошо. Молочная продукция хорошая, колбасные изделия хорошие. Покупаю, пользуюсь белорусскими. У меня дядя живет в России. У нас продукция лучше, чем в России. Устраивает особенно. Мне нравится Минское, Гродненское. Я всегда покупаю. Ну и наше, соответственно. Вы имеете в виду колбаса или молочка? Молочная. Колбасу я не очень. Дары от Зари покупаю. Мы всегда покупаем только белорусское. Даже в России только белорусское. Ищите магазины там специально? В России? Везде наша там продукция. И все ее любят. У меня мама в России и любит была. И там все любят почему-то нашу белорусскую. Она, наверное, считается волей достойной. Молоко, кефир, масло. Ну, нормальный качество, срок тоже нормальный. Все равно везде добавки, везде большой срок годности. Хочется продуктов натуральных, с маленьким сроком годности. Мы приехали из Москвы. И вот покупаем здесь сыр. Взяли колбаски. Качество продуктов очень хорошее. Нам нравится. Конфеты очень понравились. Очень вкусные. Я доверяю нашей продукции. И считаю, что не враги же мы сами себе, чтобы делать какие-то подвохи населению. Очень уважаю, доверяю и люблю нашу продукцию. Покет инвестпредложений. Буквально тезисно, коротко, наиболее значимых. Расскажите, пожалуйста. Ну, ежегодно, да, мы предлагаем инвесторам определенные, скажем так, с нашей точки зрения, то, что изучены какие-то инвестпредложения. Значит, в этом году мы предлагали 4 инвестиционных проекта и 2 имущественных комплекса для возможной реализации, чтобы задействовать. Значит, что касается инвестпроектов, то я думаю, что достаточно интересным можно отметить проект по переработке дикорастущих грибов и ягод, и в том числе заморозки наших овощей, которые сегодня мы видим тенденцию к тому, что ежегодно растет спрос на этот вид продукции. Никто уже не хочет покупать консервированную солянку и так далее. Все хотят прийти в какой-то там магазин, купить замороженные овощи, можно сказать, и приготовить, там, считайте, свежую какую-то пищу. Значит, и достаточно интересный проект, это по производству, розливу питьевой воды. Потому что сегодня, увы, надо отметить, в Гомельской области нет производства, да, по питьевой воде. Практически, можно сказать, что в стране у нас они все концентрированы в Минске. Тут, конечно, играет то, что мы говорили, логистика в первую очередь, да. То есть Минска проще доставлять во все областные центры, да, ну и в целом по стране развозить. То есть предлагая инвесторам тот или иной проект, просчитывается возможная эффективность и потребительский интерес? Мы изучаем спрос и хотя бы такую обобщенную какую-то общую экономическую эффективность рассчитываем по проекту, изучаем стоимость оборудования, аналогичные производства изучаем. Допустим, вот по заморозкам изучали в Польше, какие там основные, да, какие потребители. Сегодня очень много и Беларусь потребляет сама, и Россия, то есть страны ЕС. Поэтому, естественно, мы это все предлагаем не так, вот с бухты-барахты, а конкретный анализ ведется. Вникает, да. А вот говоря о форумах, как считаете, насколько эффективны участия наших предприятий в международных выставках? Скажем прямо, это дело не из дешевых. Отдача есть? Естественно. Дело в том, что если себя, ну вы же понимаете, сегодня нет дефицита, как бы, да, продукции. Сегодня есть проблема в том числе и какого-то перепроизводства даже. Хотя, можно сказать так, что есть теория того, что предложение рождает спрос, да, а не наоборот, спрос рождает предложение, еще выдвинутое в начале 19 века. И предприятия должны себя показывать, да, потребителю, они должны себя рекламировать, они должны показывать свои продукты. И, соответственно, участие в этих конкурсах, оно, скажем так, несет именно позитивный и положительный эффект. Мы завоевываем определенные, там, медали, места, грамоты какие-то привозим и так далее. Все это с возможностью размещения, в том числе на упаковке потом, да. Никто не отменял простой и понятной фразы себя показать и других посмотреть. Да, я скажу, что вот на последней выставке Белагра, допустим, как бы ни говорили, сегодня кетчуп Гомельского жирового комбината, да, занял первое место в закрытой дегустации. Это же о чем-то говорит? Потребители сейчас делают пометки, что же покупать в магазинах. Да, это вот к тому, что мы говорили по качеству, да, украинского там и белорусского, да, там крахмал добавляют, мы не добавляем, да. То есть, но потребитель почему-то не хочет читать мелким шрифтом, да, то, что сзади написано. Мы понимаем, потому что потребители манипулируют часто. Ну что ж, когда попадаем в магазины, мы об этом не думаем. Буквально коротко, вот мы с вами про выставочную деятельность заговорили. Своя выставка-ярмарка есть и в Гомеле. Я сейчас не про топовый проект «Весна в Гомеле», а про достаточно небольшую выставку в центре Гомеля, до недавнего времени сезонную, с этого года, благодаря спросу населения, как понимаю, она стала круглогодичной. Как объяснить такую небывалую популярность небольшой выставки-ярмарки в центре города над Сожем, чтобы зрителям было более понятно? Ну, самое главное, ведь там в основном продукцию предлагает, да, населению сам производитель. Естественно, она будет у него, во-первых, более свежая, качественная и дешевле, нежели в каком-то, да, в магазине. Потому что сегодня, мало того, что мы продаем, мы имеем выручку сегодня, да, а не ждем там со срочкой 30, 40, там 5, 60 дней, да, от торговли, то мы еще и продавая, непосредственно сами взаимодействуем с потребителем и просто изучаем, что ему больше нравится, не нравится, какие-то новинки опробуем там и так далее. То есть можно сказать, что эта ярмарка была своего рода экспериментом? Не только экспериментом. Дело в том, что и экспериментом в том числе. То есть каждый производитель должен уметь максимально получать выгоду от таких мероприятий. И наши предприятия в том числе, хотя есть определенные сезонные ограничения, да, допустим, мы понимаем, что шоколад, ну, зимой, он как бы не может находиться, да, в минус он, соответственно, ну, будем говорить так, внешний вид его, да, портится. Но в определенный момент и все предприятия там участвуют, торгуют и всегда как бы почти это идет в плюс. С одной стороны, все просто. Спрос на продукты питания будет всегда. Но вот какой именно товар ляжет в потребительскую корзину наших граждан, это уже целая наука. Вот чтобы посоветовали в завершении разговора своим коллегам, руководителям предприятий, кто выиграет в этой гонке за покупателя? Ну, безусловно, выиграет тот, который сможет сохранить и бренд свой, который, да, в виде качественной продукции, которую он выпускает. И в то же время максимально, скажем так, оптимизировать все затраты на производстве, да, путем, в первую очередь, какой-то модернизации в том числе. Хотя тоже она должна быть с умом, в первую очередь, проводиться такая, скажем так, экономическая модернизация предприятия, да, оптимизация различных процессов и так далее. А не просто замена там железа какого-то. И, естественно, вот это достижение баланса цены-качества, да, кто-то будет на коне. Посмотрите, сегодня весь эфир и говорили, цена, качество, ну и отчасти упаковка, все важно. Да, безусловно. Андрей Васильевич, спасибо за этот интересный разговор, полезный, надеюсь, для зрителей «Беларусь4» разговор. До новых встреч в эфире. Ну, а я напомню, что сегодня гостем программы «Диалог» был генеральный директор предприятия «Гомель Облпром» Андрей Демидовец. До новых встреч в эфире. Пока. Субтитры подогнал «Симон»